Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Цикл лекций «Введение в Священное Писание Нового Завета». Тема – понятие «Завет в эллинистический период». Понимание термина «Завет» несколько меняется в эллинистический период, после того, как в III-I веках до Рождества Христова в Александрии был осуществлен перевод Священного Писания Ветхого Завета на греческий язык, перевод, который получил название «Септуагинта» или «Перевод семидесяти толковников». Надо сказать, что значение этого перевода трудно переоценить для дальнейшей новозаветной терминологии. Целый ряд терминов переводчики семидесяти осмыслили в рамках ветхозаветного еврейского богословия. Например, древнегреческий термин «локса», который в греческой литературе означал «мнение суждения», в переводе семидесяти стал означать «слава», соответствует древнееврейскому «кавод», причем «слава» не в смысле «людская молва», но «слава» как потенция, возможность что-либо сделать. Однако есть целый ряд особенностей, которые принес с собой перевод семидесяти и придал определенное значение тексту Священного Писания Ветхого Завета. Одна из особенностей заключалась в том, что произошло раскрытие библейских метафор и образов в целом ряде случаев. Например, в книге Иова, когда в древнееврейском тексте в первой главе говорится о том, что «сыны Божии предстали пред Богом» и имелись в виду ангелы, греческий перевод семидесяти раскрывает этот образ и говорит именно об ангелах Божьих. Но была еще одна очень интересная особенность этого перевода. Он был произведен в ту эпоху, когда среди евреев как Александрии, так и Палестины стали господствовать представление о том, что Бог абсолютно трансцендентный, что велика пропасть между Богом и человеком, между Творцом и Его творением. В связи с этим произошло в определенном смысле и переосмысление древнееврейского термина «биерит», который уже стал мыслиться не совсем как договор между Богом и людьми. Если переводить «биерит» на древнегреческий язык в том смысле, в котором он использовался в Священном Писании Ветхого Завета, то нужно было бы использовать древнегреческий термин «синфики», то есть именно «договор», но переводчики семилисты идут несколько иным путем. Они используют другое греческое слово «диатхики». Это слово означало завещание или наставление какого-то важного авторитетного лица другим людям. Таким образом, смысл завета между Богом и избранным народом переосмысляется. Получается, что подчеркивается, этот договор был заключен не между равными по своему статусу лицами или сторонами, а договор заключен между бесконечным, всемогущим Богом-творцом, и не просто его творением, а с частью творения еврейским народом. Поэтому, конечно же, на первый план в эллинистический период выходит именно это значение, что Бог говорит своему народу, как ему жить. Бог завещает, Бог наставляет. И поэтому термин «диатхики», который, собственно, означает «завет» в нашем с вами современном русском смысле, завет как завещание, входит вначале в еврейскую среду, а после этого он и входит как один из важных терминов в священное писание Нового Завета, в христианскую письменность и в христианское богословие. Но это уже тема для другой лекции. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.